Прошу прощения, ты когда говорил, ты сказал, что если его... Ну, короче, я всего полностью не помню, но позиционирование себя слабым. В данный момент, когда ты нам точно так же выступая, доносил эту лекцию, ты себя точно так же, получается, позиционируешь? Да, потому что... Почему? Потому что когда я позиционирую себя как сильный человек, я утверждаю себя в мысли в том, что я хочу вам что-то донести, в том, что я как бы становлюсь выше вас, и я такой, я вам сейчас что-то расскажу, то когда я позиционирую, ну, как, не позиционирую, я являюсь слабым человеком, это нельзя сказать, что вот я сейчас слабый, понимаешь? Это один нюанс из общей картины моих ощущений в данный момент. А из-за чего такие ощущения у тебя прозрались? От искренности. Да, то есть признаться, что ты слабак и не ожидать ничего. А один из секретов осталось? Можно и так сказать. То есть все дело в том, что когда человек выступает на сцене, он неискренен от того, что у него есть сила, и он пытается в чем-то утвердиться. То есть весь его путь выступления на сцене является самоутверждением его на сцене за счет того, что... Это изначальные лицемеры? Нет. Из-за того, что они передают несуществующие чувства? Это только такой миф, который можно поддерживать, ну, просто приходить и говорить, что вот актеры лицемеры. Поэтому так. Да, на самом деле люди, которые работают в театрах, которые зарабатывают деньги, они лицемеры. И правильно сделали религия, что отлучила их от церкви и все такое, и бла-бла-бла. Вот. Потому что на самом деле, когда ты приходишь в театр, тебе не хочется работать, потому что они знают, что будут они сегодня, завтра, послезавтра показывать какой-то спектакль, они делают тут ужасно. Им все равно, они получают свои 1500 зарплаты и продолжают точно так же плохо выступать. Они не саморазвиваются, и это им не нужно, потому что они не сталкиваются с проблемой. Ты работал в нем? Конечно. А в каком есть работа? Я работал в Черкасском драматическом театре. Значит, в Черкасском там все плохо. В Украине 136 мертвых театров, государственных. Это только государственных. В Харькове в одном 158 частных театров. Это 3-4 тысячи людей, которые завязаны только на производстве театрального продукта. И только из этих 156, та большая часть, которые являются театральными, которые поставили себе закон развиваться, из них мы можем выделить 3, я не знаю, театр 19, прекрасные цветы и еще какие-нибудь проекты. Но это больше изъян, чем какой-то факт. Да. 15 прекрасные цветы зарабатывают деньги. Да, но они развиваются за счет того, что они зарабатывают деньги. То есть государственные... Ну смотри, в чем разница? В чем разница? Вопрос в разрешенности внутренней взаимодействия с деньгами. Я знаю много богатых людей, которые не разрешили свой вопрос с деньгами. Они являются больше богатыми людьми с огромнейшим, еще большим количеством кредитов, чем просто богатыми людьми. Понимаешь? Смотри, пожалуйста, но вот ты сейчас сравниваешь каких-то богатых людей с актерами. А я с ними знаком, как бы я работал в театре Шевченко, я был в театре 19. Не многие из них работают чисто за деньги, потому что, допустим, Шевченко в том же... Ты противоречишь сам себе. Я понимаю, смотри. Получили себе все заслуженные идеи. Я согласен, смотри. А есть молодые, которые пытаются участвовать, пытаются для себя развивать свою культуру. Потому что они пытаются участвовать, как в Воробесках, в театрах 19. Во всех пытаются действовать, чтобы себя развить, чтобы попытаться свое актерское мастерство не оставить на уровне стоперства, которое все зажралось, а попытаться выйти на новый уровень. Скажи, пожалуйста, это претензия лично к вопросу актерского мастерства или твой вопрос? Ты говорил, что, в принципе, все завязано на деньгах. Потому что театры... Смотри, я не говорю, что все завязано на деньгах. Я просто говорю, что частные театры, которые чаще взаимодействуют с деньгами, более качественно развиваются из-за того, что они могут видеть результат и то количество денег, которое они получают. То в государственном театре такого взаимодействия нет. Там есть урегулированная ставка и опыт взаимодействия с публикой, обратную связь, они могут получать только, как ты сказал, участвовать в Воробесках или других театрах и прочее. Я знаю всех актеров театра Шевченко, я учусь с ними, с теми молодыми, о которых ты говоришь. И да, я их поддерживаю в том, чтобы развиваться. Но тут есть куча нюансов, которые лучше поднять уже просто в беседе. У меня два вопроса. Да. Первый, интересно ли тебе отвечать на вопросы людей, некоторых. И второй, как ты относишься к буддизму? А? Второй? Второй, как ты относишься к буддизму? Ну, смотрите. Первый вопрос. Да, мне нравится выступать перед людьми, потому что я режиссер, я мало когда выступаю перед людьми. И это мой такой момент взаимодействия. А второй вопрос. Я бы не брал конкретно буддизм. То есть, ну, буддизм, он объясняет куча хороших вещей, но у нас есть и много других религий. И каждая религия, ну, каждую религию воспринимают для себя как хорошую модель понимания чего-то сверхмеры, того, что я не понимаю. Ну, к примеру, очень простой, как мне кажется, пример. У нас есть такой момент, что каждый человек должен в своей сознательной жизни родить свое какое-то потомство. И вот там мужчина ищет себе женщину, он находит ее, и такой, типа, вот классно. Ну, его инстинкт, который говорит, что я должен завести себе потомство, в данный момент отступает, потому что, ну, нашелся претендент. И он говорит, все, я свободен. Инстинкт уходит, мужчина, кажется, с женщиной думает, а что мне делать дальше? Как бы у многих людей, в многих психологиях это называется как период, там, букетно-цветочный период, вот, там, или подарка, и там, конфетно-букетный. В общем, типа, люди встречаются, у них есть какие-то ощущения, но в какое-то время эти ощущения исчерпывают себя, и люди расстаются. То тут очень крутую роль играет религия. Религия вступает и дополняет те моменты, которые человек не может себе объяснить, что я должен делать, ну, с этим человеком, вот, на данном этапе. И каждая модель, каждая религия объясняет это со своей стороны, и следует выбирать ту, от которой у тебя больше профита. Может быть, это немного так, ну, да, так как-то меркантильно, что ли, но в этом суть для меня. В том, что буддизм хороший, но он пока не дает мне всего того количества ответов, которые я ищу. Больше пока что для меня дало православие, но это больше связано с людьми, с которыми я общался в православии, чем с самой религии пока что. Что в контексте твоего вступления в том числе рабства? Ну, то, что, смотри, суть не в том, чтобы дать ответ, ну, такой прям, что значит рабство, а в том, чтобы поставить перед тобой вопрос, что такое для тебя рабство. Ну, просто ты, если я не ошибаюсь, ты сказал, что вот человек, который занимается делом, которому нравится, он раб. Да, он раб своего таланта. Зачем нам свобода, если мы там не можем через что-то переступить? Причем ты говорил, если ты выступаешь перед нами, ты тоже раб. Да. Что значит здесь рабство, и что здесь значит свобода? И является ли это здесь антонимом? Нет, это не является антонимом. Я повторюсь, что именно как социальная идея есть свобода. Но у нас есть куча примеров, когда возьмем Ирак, Сирию, где люди живут не очень хорошо. Вроде как, с социальной и политической точки зрения, они должны быть рабами. Но мы можем найти, я общался с этими людьми, которые не являются рабами, они обладают огромнейшей духовной чистотой и возвышенностью. То я, как человек, у которого есть определенный талант или умение, которое я приобрел в ходе выступления, являюсь для тебя рабом. Потому что моя цель сейчас — это выступать и поднять тебя, и ответить тебе на какие-то вопросы. То есть раб — это человек, который что-то делает для кого-то? Да, безвозмездно, то есть без возмещения каких-либо там. Альтруизм? А? Нет, альтруизм — это какая-то больше мера такой эгоизма прям, я бы так сказал. Смотри, суть не в том, чтобы ответить тебе на вопрос, что такое рабство. Ты хочешь, чтобы я сам для себя? И да. И суть в том, что отвечая вам на вопрос, в чем конкретно боязнь сцены, и что вам конкретно нужно выполнять, какие действия совершать на сцене, чтобы не бояться сцены, суть вопрос безответный, потому что я могу потратить несколько часов, пытаясь вам объяснить, но вы выйдете и будете совершать снова эти же ошибки. Моей задачей является поставить перед вами ряд вопросов, чтобы, решая их, вы незаметно для себя решили, ну, выступили на сцене. Но не в рабском же режиме. Вот, понимаешь, мы сейчас сталкиваемся не с конкретно, ну, моя модель рабства и твоя модель рабства не совпадают. Какая твоя модель рабства? Вот я пытался объяснить. В общем, у меня к вам такой вопрос. Для чего человек приходит в церковь? Витро, а с божьей, вопрос не надо. Так что, у кого какие ответы? Я как психологу. Ну, хорошо, а для чего человек ходит в театр? Учитесь этническое наслаждение, конкретное, игру, на историю. Хорошо, а от кого он получает эстетическое наслаждение? Ну, это зависит от человека. Кто-то, в первую очередь, за историей. Кому-то интересна ситуация, если же не перейти. Кому-то интересна какая-то атмосфера, которая создает историю. Кому-то интересна именно то, как лицемерит актер. Ну, хорошо. Все субъективно. Вот, ну, попробую привести какой-то, собрать, в общем, это все. В религии человек приходит в храм, чтобы общаться с Богом, с чем-то высшим, с высшей сущностью. То в театр он приходит и общается с человеком. И в данном случае человек дает ему ответы на все его жизненные вопросы и там ставит какие-то высшие цели. Это имеется в виду одностороннее общение? Нет. А как зритель общается? Ты же видел лекцию по психологии. Она сказала, что психолог никогда не дает ответов. В любом случае это одностороннее общение. Вызовите того психолога, который договорил. Так, ладно, так, да, да, да. У меня вопрос ты сказал о том, чтобы 158 театров в Харькове и только, а если бы буквально из них направлять свои силы на то, чтобы развиваться. То есть, ну, по сути, только эти театры делают хорошо, остальные делают не очень. Нет, все делают отлично. Окей. Просто смотри, возвращаемся. Давайте я отвечу на общий вопрос, потому что на самом деле то, что вы сейчас задаете, это никак не относится ко всей той 15-минутной лекции, которая была. Потому что если бы, ну, мне просто приходится очень часто возвращаться к тому, что я говорил в том монологе, к тому, что задается сейчас. Все театры делают хорошо. Все молодцы. Но каждый делает в меру своего понимания, что он может и что он делает. Я сейчас работаю с дворцом областным, который находится на университетской площади. К нам забегает женщина и говорит, так, смотрите, завтра, короче, голубой огонек, вы должны сделать выступление на полторы минуты. Оно не сложненько, типа просто на полторы минуты. Оно должно быть интересным, занятным, веселым, активным. Чтобы включало зрителей, это должно быть кукольный номер, чтобы мы показали, потому что у нас, мать твою, 25 лет уже работает кукольный театр, жили-были. Она такая, я не в сложную вам задачу поставила? Что? Я вообще не знаю, как решить эту задачу. Нет, 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 если ты там не на ставке, то ты можешь толку. Нет, 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 я вообще не на ставке. Но самый интересный момент, что там были актеры, они сказали, извините, пожалуйста, конкретно номеров, которые подходят под ваши критерии, у нас нет. И ставить просто что-то для галочки мы не хотим. Понимаешь, в данном случае столкнулось два совершенно разных мировоззрения. Для этой женщины, работающей в ДК, в дворце областном, такая позиция является просто чем-то вверх идеальным. Она там, ну такая, ну что, нормальный концерт, она скажет, прошел. Что, плохо? Нет, хорошо. Но это с ее точки зрения. То эти актеры, они поступили по своему мировоззрению и не сказали, извините, мы не хотим заниматься халтурой. Для них это халтура. Понимаешь, тут больше какая-то степень осознанности человеческого действия. То есть все театры занимаются хорошо. И когда я работал с актерами Черкасского драматического театра, то они тоже хотели выразить какую-то мысль. Но, как я сказал в моменте о лицемерии, вот то количество вороха из мыслей и вещей, которые они тащат за собой, у каждого было разное. То есть вот эта женщина, которая за 40 лет работы нахватала всяческих идей, всего прочего и всего прочего, и в итоге просто сказала, так все, я не хочу этим вообще нахрен заниматься. Вот здесь простенькая модель из двух палок, вот я буду делать ее. И сказала, это все вершина моей мысли. А все то оставила, все, над чем она думала. То эти молодые актеры, они как-то еще не собрали на себя весь этот ворох мыслей, книжек прочитанных, в общем, всей этой информации, которая у них может появиться со временем. И они продолжают это тащить и ищут, как они могут на это ответить. То в гении или в люди, которые являются гениями, выбиваются только те, кто взяли вот этот весь ворох и объяснили в двух словах, как сделал это Тарковский. Он, это его цитата, красота, символ правды. То есть это вот, ну, три слова. Но при разборе они вмещают в себя все. Я могу вам полтора часа объяснять, я все равно никогда не объясню того, что он смог выразить. В этом гений. Понимаешь? И как к нему прийти? Все очень просто. Вы должны просто становиться и делать. У вас не может быть хорошей... Деньги. Не имеет значения. Это не имеет значения, понимаешь? Если я буду человеком, который работает ради денег, чтобы... Ну, вот именно это моя сама цель, то максимум в момент своей смерти меня запомнят, как человек, который там придумал, может быть, восьмую из семи масок в театре Дель Арте. Они лицемерие или это? В данном случае это будет для меня лицемерие. Потому что я скажу, мне нужны деньги, и я там хочу, типа, мне не нужна гениальная карьера, я хочу просто вот зарабатывать деньги. Я вообще не знаю. Ну, в той судьбе. А зачем? Я же не деньги ем. Я ем еду, я не ем деньги. Вот. И вот в другом случае, когда человек, вот знаете, это есть такой разряд людей, они безумцы. Ну, для меня они такие полоумные люди. Там Робер Брессон, Леонардо да Винчи, Лев Толстой, Федор Михайлович Достоевский. Просто килотонны текста исписаны в том, чтобы объяснить этих людей, но никто, слава Богу, еще не приблизился к истине и сути этих людей. То есть для меня они являются такими божескими безумцами, потому что они творили по наитию. У них не было того, что вот они там, сейчас я сяду рисовать, потому что мне там нужно заработать. Они рисовали, потому что это их инстинкт, инстинкт Творца, который они не могут не воплотить. И если они не будут им пользоваться, то это скажется на них физиологически, физически и психологически. Они же сами себя сожрут тем, что они не пользуются тем даром, который у них есть. И в этом, вот отвечая на твой вопрос, наверное, в этом и есть момент рабства для человека, ну, вообще для любого человека Творца. То есть вот, к примеру, я слесарь, дядя Ваня, который просто там 10 лет потратил на изучение всего этого дела. И я прихожу и вижу там какую-то фигню из труб. И я такой, блин, ну можно сделать все проще. Там взял такой, переставил, все отлично, красиво. И мне говорят, там вот, типа, держите деньги. Я такой, окей, ну что, там сделаешь, хорошо. Не сделал, было бы хуже. Вот. И в следующий момент, когда этот дядя Ваня сядет и такой с друганами выпьет водки, он не будет думать о том, что завтра он не пойдет чинить трубы. Потому что для него, это у него получается хорошо, это его талант, для него это, ну, на его жизни, это то, чем он должен заниматься. И он будет этим заниматься. Потому что если он этим не станет заниматься, то его инстинктивная программа скажет, «Эй, чувак, извини, пожалуйста, как-то смотри, вот у тебя тут такой талант, а ты дурью маешься». Вот в этом, наверное, есть момент рабства, на это отвечая на ваш вопрос. Можно вопрос? Да. А вы сейчас по макушкам смотрите? Нет. Смотрите, в выступлениях есть один такой главный момент, который вы должны понять. Как выступ... Отвечу такой на вопрос, как выступать, не уча текст. Антон, ты есть тут, кулик? Вот, да, извини, пожалуйста, но это было совершенно нестандартное выступление, я написал текст этого выступления. Как его? Ты был мне братом. Мой брат. Нет, я еще не твой брат, я еще золотую середину. Смотрите, я написал текст этого выступления, я его вам сейчас не буду цитировать, но почти не буду цитировать. Все, суть в том, что обычно люди, когда приходят на сцену и во все театры, когда приходят, они им говорят, так, все, давайте, сейчас первая читка, учите текст, все, давайте, да, 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 там, читайте, учите. Ну, то есть, как проходят репетиции в театрах? Вы приходите, мы берем текст, такие, да, да, мне понятно, да, я понял, да, хорошо, все, я могу идти учить. Они такие, да, конечно. Я учу, иду учить текст. Что у меня в этот момент? В этот момент у меня слова, которые я учу, но никак не мысли, которые несут эти слова, то вот этот краеугольный камень, философский камень, который я вам даю, не учите текст, учите смысл, которым вы хотите его передать. И тогда вы сможете орудовать не словами, но смыслами и импровизировать текст, искать те слова, которые являются вашими, но и вы не отступаете далеко от автора, которого вы читаете. Вот, и... Пам-пам-пам. Сейчас, вот, к примеру, стихотворение. Вот. Мы должны слушаться в голоса, которые лишь кажутся нам бесполезными. Нужно, чтобы наш мозг, загаженный канализацией, школьной рутиной, кредитами, снова отозвался на гудение насекомых. Надо, чтобы наши глаза, уши, все мы напитались тем, что лежит у истока великой мечты. Кто-то должен воскликнуть, что мы построим пирамиды. И неважно, если потом мы их не построим. Нужно пробудить желание. Вот. То есть, в данном случае, я сейчас просто прочитал вам текст, я не особо пытался нагрузить его смыслом. И в тот момент, когда я подхожу... Ну, раньше я подходил так к тексту, что я его учил, заучивал. Я обычно заучивал слова. Но в них не было того смысла, который они несут. То вот дальше, к примеру, у тебя такая строчка, что мы должны во все стороны растягивать нашу душу, словно это полотно, растягиваемое до бесконечности. Я его упустил в момент выступления. Ну, я сказал какие-то пару ряд фраз других, которые передали этот смысл. Это режиссерская версия. Нет, это не режиссерская версия. Каждый хороший актер думает. Посмотри фильмы Федерико Феллини. Там все актеры думают. В этом случае. Ну, можно и так сказать. Но любой хороший актер должен мыслить на сцене. Да. У многих технических лекторов есть такие проблемы. У них начинаются такие циклические движения рукой на сцене. И за полчаса это может превратиться в какую-то муху. Есть какие-то советы, как этого избежать? Например, человек на месте перешагивает туда-сюда. Он говорит, что все правильно, но это выглядит достаточно странно. Ну, возвращаемся к моменту иственности, слабости и всего такого. Понимаешь, когда у тебя внутренние задачи твоим или внутренней идеей, которую ты доносишь людям, стоит именно рассказать текст, то это будет происходить не очень интересно, потому что все будут стараться следить за текстом, который ты передаешь. И твоя мысль в данный момент будет выглядеть примерно так. Вы должны делать то, то, то. Ага, ага, что там дальше, что там дальше. Ага, вот, вот, да, вот этот кусок. Ага, вот, вот я его взял, да? Вот, я сейчас хотел этот, вот сейчас связали. Ага, вот та-та-та-та-та-та-та-та. Пример, когда мысль вообще никак не связывается, можете увидеть у кличка. Он взял здесь кусок, читает его. И даже моменты, когда он заучивает текст, он такой та-та-та, потом хоп, упал. Так вот так где-то там подобрал, там пытается это все связать и воедино. То есть у таких лекторов, они обычно неинтересны, потому что там идет текст заученный или он пытается вспомнить, что он читал. И ты наблюдаешь конкретно за тем, что он вспоминает. То вот простой вопрос, это признаться человеку в том, что есть люди в зале, которые намного умнее его, которые могут намного больше знать о той лекции, которую он читает. И как бы это выразить, впустить себя в этих людей. Кто занимался контактной импровизацией, аутентичным движением, телесно-ориентированной психологией? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, с чем-нибудь одним из трех. Контактная импровизация, аутентичное движение, телесно-ориентированная психология. Окей, да, хорошо. В общем, вот есть один такой момент. Свет, Света. Выйди, пожалуйста, сюда. Окей. Сейчас мы быстренько. Окей, сейчас мы быстренько. Так, смотрите. В общем, у нас есть… Это Светлана, моя жена, все дела. Вот, смотрите. У нас есть точка контакта. Она находится здесь. Мы можем ее менять, переносить. В данном случае она находится здесь. Вот. И конкретно объясняем момент доверия. В какое-то время там, танцуя, мы можем совершить такую штуку. И мы со Светой пытаемся найти баланс нас двоих, который будет обоим удобен. Так, чтобы я не нагружался, а ей было приятно. В общем… А как тебя явно сцены? Смотрите. Люди, запомните. Если вы что-то говорите со сцены, это не значит, что вы общаетесь. И если вы говорите, говорите, говорите людям, а люди продолжают задавать вам свои вопросы, потому что не нашли ответы на конкретно свои вопросы, это вопрос, это решение и проблема только тех людей, которые ищут ответы на свои конкретно поставленные вопросы. А тот человек, который выступает на сцене, он является носителем совершенно другой идеи, которую он понял и пытается донести, но он не знает, как ее выразить. Вот в чем суть. А не суть в том, как перестать бояться сцены. Блин, просто идите и выступайте. В чем проблема? Да вы всегда выступаете. Маленькие дети, когда плачут, выступают. Вы когда торгуетесь, вы уже выступаете, торгуетесь с человеком. Когда вы идете в магазин и общаетесь с продавщицей, вы уже выступаете. Вся жизнь это социальное выступление. А тут у вас почему-то проблема поменять спектр с одного человека на тысячу. На самом-то деле неважно, потому что выступление на сцене является актом творения красоты. В чем? Когда люди хотят выступать на сцене, они пытаются удивить людей, которые их слушают. Но им в этот момент нужно больше всего сосредоточиться на себе самом. И понять, что у них внутри происходит. Это больше всего связано, сравнимо с сексом. Когда два человека занимаются сексом, обычно так происходит, что один из партнеров думает, «Сейчас я сделаю такую штуку», и он так отреагирует, и получится очень круто. И получается всегда лажа. Потому что в тот момент, когда человеку нужно наслаждаться актом, он думает о том, как бы доставить удовольствие другому человеку. И весь его процесс вливается в то, как доставить удовольствие другому человеку, но не наслаждается сам. И вот выступление на сцене то же самое. Вам нужно наслаждаться тем, что вы делаете в момент выступления, а не стараться что-то донести или что-то кому-то разъяснить. Понятно? Вот отлично.